КОРМИТЬ 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 КОШКУ Советы по подбору правильного рациона кошек просты, в целом питание должно включать 100-150 граммов белковой пищи, 50 граммов углеводной. При этом в организм должны попадать различные витамины и микроэлементы, необходимые животному для пищеварения. А вот еда с нашего стола чаще всего вредна пушистым любимцам. Как же правильно подобрать корм животному, ветеринары дают такие основные советы. Следите, чтобы в составе консервов был высокий процент натурального мяса. Помните, что иногда производители дешевой продукции под курицей скрывают вовсе не мясо, а костную вытяжку или перемолотые перья. Количество растительной пищи не должно быть более 30% рациона кошек. Максимально снижайте долю консервантов и красителей, которые поглощают ваше животное. Поэтому, в идеале, покупайте продукцию премиум класса. Убедитесь, что корм кошек не содержит добавленный сахар и прочие непонятные наполнители. Как понять, что корм некачественный? Кошка будет постоянно просить кушать и показывать своим видам, что голодна, при отсутствии других проблем. Стул животного будет обильным, больше четверти от съеденного корма. Ведь в этом корме мало полезного, что будет усваиваться. Дешевизна корма должна вас насторожить. Не бывает кормов с высокой биологической ценностью, которые стоят копейки. Большие скидки и прочие акции с сильной оценкой корма тоже выглядят подозрительно. Это бывает только в двух случаях, корм либо просрочен, близок к этому, или если он вовсе не такого качества, как заявлен. Хотя бывает еще один случай, новый производитель пытается завоевать рынок. Но тогда все равно ему проще дать бесплатно пробный пакет, чем сильно снижать цену. Сухой корм очень удобный для хозяев. Он долго хранится. Его можно давать в поездке. Он может выдаваться порционно из аппаратов для особо прихотливых животных, которые не терпят заветренные порции. Но вы должны понимать, что все эти плюсы связаны с тем, что из продукта убрали максимальное количество столь необходимой жидкости. Попробуйте кушать целый день сухарики, чипсы и вяленое мясо и посмотрите, как часто и сильно вам будет хотеться пить. Кроме того, ветеринары часто связывают питание сухим кормом с мочекаменной болезнью. Поэтому лучше выбрать его в качестве перекусов для животного, пока вы на работе. Можно чередовать его с консервами того же производителя или самостоятельно приготовленной пищей. А также следите, чтобы у животного было достаточно чистой питьевой воды. Кстати, в Америке аппарат для порционной подачи сухого корма кошкам обычно устанавливают вместе с питьевыми фонтанчиками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!